Я все чаще слышу из уст представителей нашей политической элиты, включая едва ли не президента и уж точно патриарха, что нам нужна национальная идея, что без национальной идеи никак, что мы вот ее 20 лет ищем, все никак не можем найти, наверное она куда-то закатилась, может быть под лавкой посмотреть, там где у нас старые анучи лежат. Ничего подобного, ребята. Лучший способ угробить Россию это найти для нее национальную идею, потому что в том обществе, в которое мы стремимся, в современном, развитом, технологическом, технотронном и так далее, самое ужасное, что можно сотворить, это попробовать накрыть всех одной национальной идеей. Это можно было сделать с однородной толпой. Вот крестьяне, да, они более-менее однородные. Собственно говоря, поэтому слово крестьяне, оно от слова христиане получилось. То есть, иными словами, однородную толпу, занятую одним и тем же делом, с помощью одинаковых технологий и так далее, одинаковыми этнически, можно накрыть одной идеологемой, потому что люди примерно одинаковые. Современный город, современная урбанизированная цивилизация, она настолько многообразна, в ней настолько много группок, подгруппок, типажей, увлечений, она практически атомизирована до индивидуальности. Что попытка накрыть всех одной идеей встретит, во-первых, яростное сопротивление, во-вторых, тут же погаснет, потому что эта идеологическая паутина тут же начнет растаскиваться на микрогруппы, трактоваться, оспариваться, переделываться. И вот у нас будет уже сто разновидностей официальной идеологии, сто группировок, не меньше противников, кому-то будет вообще наплевать на эту идеологию, кто-то будет говорить нечто перпендикулярное. И попытки государства навязать силой эту идеологию разрушат общество всего-то навсего.